Уважаемые товарищи, предлагаю продолжить заседание Российского комитета рабочих. Уважаемые члены редакции и редакционной комиссии поступали ли правки по проекту первого постановления Российского комитета рабочих? Уважаемые товарищи, по проекту, по первому опросу поступило два набора правок. Первый набор поступил от консультанта Российского комитета рабочих Попор Михаила Васильевича, поэтому они поступили первого, с них начнем. Так, первая правка предлагается изменить название постановления некоторым образом в следующем виде. Значит, сейчас она звучит так. Осознание инициативных групп рабочих и развитие их первичной профсоюзной организации для борьбы за свои интересы. Предлагается таким образом изменить название. Осознание инициативных групп рабочих и развитие их первичной профсоюзной организации для борьбы за общие интересы рабочих. следующая правка 2 абзац предложение 4 что ли эти положения следует подготовить в виде короткий выше короткой выжимки на одну страницу и использовать как основной инструмент агитации на предприятии предлагается таким образом заменить это предложение изменить его эти положения следует подготовить в виде короткой выжимки на одну страницу и использовать как проект коллективного договора за который следует организовать сбор подписей с задачей получить большинство коллектива и соответственно право на переговоры с работодателем с освобождением участников переговоров от работы до трех месяцев с оплатой по среднему то здесь подчеркивается то что вот эту выжимку надо рассматривать как проект коллективного договора и перед товарищами и перед работодателем защищать ее как проект с уже с поправкой эти положения следует подготовить виде короткой выжимки на одну страницу и использовать как проект коллективного договора за который следует организовать сбор подписей с задачей получить большинство коллектива и соответственно право на переговоры с работодателем с освобождением участников переговоров от работы до трех месяцев с оплатой по среднему можно вопрос а если это проект изменение дополнения а точно так же у вас из проекте изменение дополнение у него есть выжимка то есть основные положения и к этим основным положением точно так же их можно представлять как проект изменений коллективного договора ну мы их не будем вот отражать для в этом у нас здесь на самом деле это где-то было указано сейчас да вот у нас предыдущем предложении указано деятельность инициативной группы должна быть направлена на разработку основных положений будущего проекта прогрессивного коллективного договора или положение улучшающих текущий коллективный договор на предприятие товарищи есть замечание предлагаю принять правку кто за то против подержавших так следующая правка следующем абзаце здесь как раз в обратную сторону происходит изменение 2 2 2 предложение звучало таким образом на собраниях полезно обсуждать разработанный проект прогрессивного коллективного договора тренируя навыки разъяснения важности обоснованности конкретных положений в коллективе здесь я так понимаю следующая идея что на самом деле когда внутри коллектива обсуждаются это но этот эти основные пункты да то все-таки внутри коллектива нужно понимать что это выжимка и и поэтому предо предлагается изменить на следующий на собрании полезно обсуждать разработанную выжимку из проекта прогрессивного коллективного договора тренируя навыки разъяснения важности и обоснованности конкретных положений в коллективе из тут предлагается слово в коллективе убрать сам в конце просто конкретных положений предлагается разработанную выжимку из проекта заменить на разработанный проект вот как если мы считаем их если мы считаем его как проекту и дальше должен быть почему потому что если мы делаем уже не выжимки то мы как бы на ней закупываемся за застопоряемся и дальше не нравится а наша задача разработать проект по договора в целом и работать над его принятием либо над его укреплением поэтому правку отдельно хочу поддержать то есть еще раз предлагается это предложение сформулировать следующим следующим образом на собраниях полезно обсуждать разработанный проект прогрессивного коллективного договора тренируя навыки разъяснения важности и обоснованности конкретных положений товарищи предлагаю принять правку озвученную кто-то кто против задержавшись единогласно принято последний абзац первое предложение звучало следующим образом развитие инициативной группы рабочих первичную профсоюзную организацию должно происходить путем организации большинства коллектива на борьбу за заключение прогрессивного коллективного договора предлагается следующее предлагается не фиксировать как бы большинство как конечную цель а зафиксировать процесс развитие инициативной группы рабочих первичную профсоюзную организацию должно происходить путем организации все большего числа членов коллектива на борьбу за заключение прогрессивного коллективного договора путем организации все большего числа членов коллектива. То есть не большинства коллектива, а все большего числа членов коллектива. То есть это движение фиксируется здесь. И не стополиться на большинстве? Ну, мы, конечно, должны прийти к большинству, но если вы там развиваете инициативную группу, там привлекаете в эту инициативную группу по одному рабочему, то все равно это движение как раз к большинству, понятное дело. Ну и здесь предлагается движение зафиксироваться. Еще раз. Развитие инициативной группы рабочих в первичную профсоюзную организацию должно происходить путем организации все большего числа членов на борьбу за заключение прогрессивного коллективного договора. Предлагается тогда принять правку. Кто за? Против? Движались? Негласно принято. Ну и последняя правка в последнем предложении. Предложение звучало следующим образом. Организация большинства должна производиться в форме подписных листов, в которых члены коллектива ставят подписи в поддержку основных положений проекта прогрессивного коллективного договора. И здесь сразу же два момента. Первое слово в форме заменить на слова с помощью, потому что в целом форма это категория, которая к сущности относится. И все-таки здесь непонятно, какое отношение подписных листов к форме. Поэтому предлагается следующим образом сформулировать. Организация большинства должна производиться с помощью подписных листов, в которых члены коллектива ставят подписи в поддержку проекта прогрессивного коллективного договора. Основных положений исключить. То есть, когда вы там в листочке собираете подписи, вы собираете подписи в поддержку проекта прогрессивного коллективного договора. Прямо так писать. Еще раз. Организация большинства должна производиться с помощью подписных листов, в которых члены коллектива ставят подписи в поддержку проекта прогрессивного коллективного договора. Оправка. Предлагаю проголосовать за нее. Кто за? Против. Кто держал? Оправка проходит. Предлагается в одно предложение все объединить здесь. Я правильно понимаю? Да, убрать эту ступенью часть, она получается масло-масло. Сейчас нужно зачитать, как получилось. Нужно ли убирать. Так, давайте прочитаем. Развитие инициативной группы рабочих в первичную профсоюзную организацию должно происходить путем организации все большего числа членов коллектива на борьбу за заключение прогрессивного коллективного договора с помощью подписных листов, в которых члены коллектива ставят подписи в поддержку проекта прогрессивного коллективного договора. Это уже с правкой. Да, это вот с вашей правкой я зачитал. Да, то есть вы развитие инициативной группы отождествляете с организацией большинства. Все-таки организация большинства и развитие инициативной группы – это разные вещи. У вас инициативная группа может развиваться, она может быть небольшой в целом, а большинство будет организовано за счет собранных подписей. Вот тут имеется в виду, что подписи мы собираем для привлечения на свою сторону большинства коллектива, ну и в этом смысле организации. А инициативная группа, она развиваться может параллельно этому, и вообще говоря, она и будет меньше, я так думаю, чем большинство. Так, сейчас мы имеем следующее. Развитие инициативной группы рабочих в первичную профсоюзную организацию должно происходить путем организации все большего числа членов коллектива на борьбу за заключение прогрессивного коллективного договора. Организация большинства должна производиться с помощью подписных листов, которые члены коллектива ставят подписи в поддержку проекта прогрессивного коллективного договора. То есть вот здесь мы организуем все большее число членов, и таким образом происходит развитие инициативной группы. К инициативной группе присоединяются активисты, которые помогают организовать это все большее число членов коллектива. А организация происходит с помощью, вот сама организация большинства происходит с помощью подписных листов. Здесь два процесса различных. Различные. А можно попросить еще раз правку? Это было как было, да? Да, как было. То есть мы разделяем эти два. Близ Баринка, это то самое движение. Я просто хотел про защиту вот этой правки сказать, что в прежней формулировке она имела действительно право на существование. Да, да, да. Да, да. Да, 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 да. Да, да, да. Да, да, да. Это правка, да, она становится не в плане, наверное, так кажется. Так сейчас, Алексей, ты должен предлагаться снять. Нет, если вы правку с ним не снимите, то и голосовать за ним не нужно. Мы же все вместе заправляли, поэтому теперь надо предложить, что отклонить правку. А, есть предложение отклонить правку. Кто за? Кто против? Так, больше правок нету. По крайней мере, других правок не поступало, поэтому я могу зачитать постановление перед принятием его в целом. Постановление Российского комитета рабочих о создании инициативных групп рабочих и развитии их первичной профсоюзной организации для борьбы за общие интересы рабочих. Российский комитет рабочих отмечает, что борьба за экономические интересы работников должна вестись большинством коллектива. Единичные выступления отдельных работников неэффективны и, скорее всего, приведут к значительному ухудшению положения конкретного работника на предприятии или к увольнению. Для привлечения на свою сторону большей части коллектива работников следует создавать инициативные группы рабочих. В эти группы необходимо привлекать наиболее активных и теоретически подготовленных рабочих. Деятельность инициативной группы должна быть направлена на разработку основных положений будущего проекта прогрессивного коллективного договора или положения, улучшающих текущий коллективный договор на предприятии. Эти положения следует подготовить в виде короткой выжимки на одну страницу и использовать как проект коллективного договора, за который следует организовать сбор подписей с задачей получить большинство коллектива и, соответственно, право на переговоры с работодателем с освобождением участников переговоров от работы до трех месяцев с оплатой последнего. Параллельно инициативная группа может решать текущие задачи, относящиеся к улучшению условий труда в бригадах и цехах. Конкретные формы такой борьбы определяются исходя из специфики предприятия. Инициативной группе следует проводить собрание не реже одного раза в месяц с обязательным введением протокола собрания и фиксацией в нем принимаемых решений. На собраниях полезно обсуждать разработанный проект прогрессивного коллективного договора, тренируя навыки разъяснения важности и обоснованности конкретных положений. Развитие инициативной группы рабочих в первичную профсоюзную организацию должно происходить путем организации все большего числа членов коллектива на борьбу за заключение прогрессивного коллективного договора. Организация большинства должна производиться с помощью подписных листов, в которых члены коллектива ставят подписи в поддержку проекта прогрессивного коллективного договора. Нижний Новгород, 6 ноября 2023 года. Еще вставку пропустили одну. По-моему, пошли не отправили ее, но она ее не отправила. Техническая в абзацах, где говорится. Улучшая текущая коллективный договор на предприятии. Действующая в предприятии. Это для привлечения с устроенной большинства в абзацах. И получается... Да, действующий, да. Да. То есть она технически, ну, мне кажется... Акцион был создан. Да, да. Действующий, да. Я поддерживаю эту правку. Я в камеру в описании. Да, давайте. Значит, предлагается принять правку. Заменить слово... Текущая. Текущая. Текущая на действующий. Текущий коллективный договор на действующий коллективный договор. Кто за? Против. Поддержались. Принято правки. Уважаемый товарищ, предлагается принять постановление российского комитета рабочих о создании инициативных групп рабочих. Да, в целом... Кто за? Против. Выдержались. Постановление принято. В целом, единогласно. Замеченные редакционные комиссии поступали ли правки по второму вопросу российского комитета рабочих? Поступили следующие правки. В первом заце, перед первым предложением, которое начинается с определения бригады, добавить в предложение российский комитет рабочих выступает за развитие бригадной формы организации труда. Первая группа правок это от Александра Владимировича. Предлагается принять правку, если нет ни у кого возреждений. Давайте проголосуем. Кто за? Против. Поддержались. Правка проходит. Ну, теперь уже это второе предложение, которое звучало так. Бригады это группа работников, объединенных по производственному принципу для выполнения общей задачи. Предлагается добавить производственные задачи. То есть будет звучать. Бригады это группа работников, объединенных по производственному признаку, принципу для выполнения общей производственной задачи. два раза производстве два раза получать мне кажется так понятно но какой задачи правильно производстве объединены значит бригады это группа работников объединенных по производственному принципу для выполнения общей производственной задачи иначе непонятно какие бригадки непонятно по какому принципу если кому-то слово производства не нравится давайте проголосуем то за то чтобы принять правку нет добавить 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 задачи кто за против 2 против 3 против воздержавшийся просто проходит бригада является первичным звеном трудового коллектива который каждый работает на общий результат и далее потеки предложение принять правку кто за на то против воздержавшийся против походит следующая правка в этом же абзаце последнее предложение звучало так бригада не имеет своем составе представители администрации дают широкие возможности для сам организации рабочих предлагается эту строку убрать потому что она может иметь составе представители администрации если мастер там комплексные бригаде входит в отношении самоорганизации дальше там просто изменилось это будет понятно почему предлагают среди со следующими справками предлагается эту фразу убрать предлагаю принять правку кто за против воздержались проходит следующий абзац который звучал так организация рабочих начинается с понимание единстве интересов наиболее близким всем рабочим является насущные интересы рабочего класса именно повышение заработной платы довольно стоимости рабочей силы и рост реальной заработной платы сокращение рабочего дня обновление всего оборудования работа на исправной техники улучшения условий труда предлагается представить этот абзац в следующей редакции организация рабочих бригады способствует развитию коллективизма создает благоприятные предпосылки для борьбы за насущные интересы рабочего класса а именно повышение заработной платы до уровня стоимости рабочей силы и выше сокращение рабочего дня без понижения заработной платы обновления оборудования работу на исправной техники из улучшения условий труда здесь подчеркивается что роль объединения рабочих бригады для достижения этих интересов есть предложение принять правку кто-то против выдержавшись правка принята опять о том что какую правку нас миха носить попов и которую я принял чтобы мы тоже не знали что михаосеевич как консультант российского комитета рабочих очень активно действует внимательно он что хотел сказать что вот на что обратил внимание что но хорошо мы за бригады мы туда-сюда а вообще конечно решая делать бригады или не бригады или не делать кто администрация значит поэтому поэтому надо а что может делать коллектив а коллектив может это требовать в рамках борьбы за принятие коллективного договора вот если обратить внимание в коллективном договоре есть такой раздел организация производства и чаще он такой какой-то даже и пустоват организация производства а вот можно в него забить что вот все что вы хотите сказать что надо создавать бригады что бригады должны быть такими что избирают бригады бригадиру что там совет бригадира есть что то есть короче говоря все что вы хотели сказать про бригады забить коллективный договор но за некоторым исключением почему потому что когда речь идет о том чтобы бригада направляла своего представителя правком но это уже что обязательство администрации это уже это не следует забивать коллективный договор там другое дело что освобождать время оплачивать но это уже другой разговор это гарантия профсоюзной деятельности но это не не требование который включается в коллективный договор значит его оттуда вынести и поэтому как будет для создания развития прослушать пожалуйста для создания развития бригад на производственных предприятиях российский импетент рабочих рекомендует рабочим добиваться включения в раздел организации производства коллективного договора положение предусматривающие любитой создание бригад формирование в бригадах советов бригады из ее членов выполнение бригадиром своих обязанностей в порядке совмещения с основной производственной деятельностью выдачу администрации единого задания для бригады с возможностью самостоятельного распределения работы бригадиром между членами бригады точка вот это то что можно потребовать администрации за что она в общем несет ответственность и будет обязана соблюдать а дальше рабочие должны использовать бригады для самоорганизации коллектива в борьбе за осуществление общих интересов рабочих в том числе ну и как мы будем использовать в том числе через избрание представителей советов бригад в состав профсоюзных комитет органов, церковных, прокомов и в качестве делегатов российского комитета рабочих и участие бригады в составлении продвижения проекта коллективного договора выражающего общие интересы рабочих это уже не норма коллективного договора а как мы будем, почему так мы выступаем за бригаду, помимо прочего вот потому что они укрепляют полуссоюзную жизнь и вот мы рекомендуем направлять, участвовать в продвижении коллективного договора это конечно уже выходит за рамки коллективного договора то есть это мы не включаем в требования коллективного договора вот вопрос у нас здесь в тексте была выбранность бригадира, а к этому у них там сейчас по мне было избрание бригадира коллективного бригада да, 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 да то есть это признает работодатель, что таким порядком сбирается через внесение в коллективный договор это в требования коллективного договора организации производства а уж как там порядок назначения мы избрали, конечно все равно это утверждается приказом и может там еще забьешь, что согласование с профсоюзом это приказ и дается приказ в соответствии с этим решением то есть это конечно административный будет, требует оформления но избираясь здесь и администрация с этим соглашается если мы этого добиваемся Александр Владимирович, можно попросить тогда зачитать как это будет выглядеть и проголосить Александр Владимирович просто сократил вам работу что, да, значит, чтобы не искать все да, то есть по сути дела мы имеем с другим текстом пожалуйста, ничего не удобного Александр Владимирович, ну вы же же не захотели, чтобы мы разбирали поправки последовательно, просто взяли нет, я просто хотел, чтобы понять, почему-то я понял тем более, что вот этот поправок не попал к вам нет, не попрали все поправки, все абсолютно поправки ко мне попали ну не суть в этом а, ну все тогда пошел в любом случае этот пункт, который я зачитал он убирается полностью я не знаю, думаю, что да, раз уж вы прослушали и согласны с этим единственное, что я хотел бы заметить в плане организации бригад, мне кажется, что здесь поставлена телега впереди лошадь, потому что если вы в состоянии добиться заключения прогрессивного коллективного договора, да, вы, конечно, включите туда и бригады но здесь та вещь шла о том, что изначально, что мы создаем бригады, да, по инициативе работы, предлагаем администрации создавать бригады, через бригады осуществляем самоорганизацию коллектива в окончательном варианте все опять сведено к коллективному договору А так можно, да А как создать иначе через коллективный договор? Через коллективный договор? Ну, вы, инициатива работников Добавить пункт, чтобы закрепить Да, то есть это, в принципе, создает администрация, но вы можете выступить с такой инициативой, если вы организованы, можете предложить и создать бригаду Во всяком случае, бригаду создать, наверное, проще, чем заключить прогрессивный коллективный договор Если администрация будет согласна, что это способствует какое-то улучшению Ампульсово создается Вот по поводу насущных интересов, да, там, повышение заработной платы Если мы угодим с предложением, как организация, мы, собственно говоря, есть что-то должны предложить, получается Например, повышение эффективных заработок Ну, бригадные, да Метом позволяет, да, повышение эффективных заработок Об этом будет? Ну, это вот, Игорь, это мое представление, что все-таки мы немножко смешиваем вопросы организации и бригад И заключение прогрессивного коллективного договора Третий абзац То есть третий абзац формулируется целиком по-другому Предлагается его принять в следующей редакции Для создания и развития бригад на производственных предприятиях Российский комитет рабочих рекомендует рабочим добиваться включения в раздел Организация производства коллективного договора Положений, предусматривающих создание бригад Формирование в бригадах советов бригады из ее членов Избрание бригадира коллективом бригады Выполнение бригадиром своих обязанностей в порядке совмещения с основной производственной деятельностью Выдачу администрации единого задания для бригады С возможностью самостоятельного распределения работы бригадиром между членами бригады Вот таким образом Можно, давайте, вставить варочку Несколько застей попробует примирить позиции Диисборисовича и этой правки Может, стоит добавить, перед двоечим рабочим добиваться В том числе путем включения этих требований И дальше уже переставлять То есть, что они не только путем в КД В том числе Но, потому что, действительно, мы можем уже и периода создавать И до создания КД Правильно, в том, до бряннии КД Ну, юридическую статусу в этом бригаде не какой-нибудь Почему? Это можно принять локальным нормативным марксом Распоряжением, приказом, указом, чем угодно А это не часть коллективного договора? Необязательно А сейчас? То есть, если можно куда-то закрепить? Хорошо Пока не закрепили Указ приказа Приказ по предприятию Да Вы выходите с инициативных комитет Как действует? Вы собираете с инициативных комитет Решайте, что вы будете работать с бригадой Вы ходите с предложением к администрации Это существенно Если администрация согласна, значит, ну Да Формируется бригада и начинает формироваться ядро коллектива Ну, так как вариант А если вы пойдете со стороны коллективного договора Ну, это такой длинный путь И неизвестно, когда вы придете к бригадам И бригады не помогут добиться коллективного курса У вас не будет бригада То есть, выходить сначала договора, а потом бригаду Ну, как-то это немножко А, когда вы создаёте бригаду, вы как бы Решайте две задачи И вашу задачу И задачу администрации Произначальный вариант правки был нормальный Для создания и развития бригад на производство Производных предприятиях Российский комитет рабочих Экремендует рабочим добиваться И добиваться всего подряд А каким именно путем заключения коллективного договора Либо с инициативой администрации Не, ну стоит добавить, а в том числе путем внесения в противный заговор И в положение Да, то есть, вот Я так понимаю, что Есть предложение убрать этот первый пункт О требовании внести В положение о бригадах, да? То есть, создавать бригады Как вот Я предлагаю сделать так, смотрите Он звучит, что через коллективный договор Двигаться создание бригад А вот У меня предложение, что Добиваться просто создания бригад, да? То есть, создавать бригады А в конце, допустим НИСом Закрепление Закрепление Положение о создании бригад В коллективном договоре Да? Тут и оно, как бы, получается И так, и так В принципе Начинается, может, и то Что быстрее пройдет предложение В коллективном договоре о создании бригад Положение Или Вакансий нормативно О создании бригад Быстрее Вот Второе Быстрее Почему? А где А где Ну и так Зависит От силы коллектива На самом деле Я думаю, что Конечно Вакансий создат Безусловно Бригады И без вас Можешь создать И с вашей инициативой Можешь создать Но чего не будет В этих бригадах Не будет Совмещение бригадирам И Поэтому Все равно Придется Биться Будет Это отдельным разделом Это надо в отделе Конечно Раздел включить В качестве положения Коллективного договора Обязательно биться А только За задней бригадой будете биться За повышение зарплаты не будете биться За все Придется биться Поэтому Что-то пройдет Что-то не пройдет Но Это обязательно оставить То есть тогда это надо Вот создание бригад Может действительно Решить проблему Без того Чтобы это было Включено Коллективный договор А бригаду Интересных рабочих Оформить Это вот Что у вас Лучше знаете обстановку Без того Чтобы За это побороться Не получится Не получится Поэтому Надо включить Это вот Прямо эффективное договор Поэтому Уберите создание бригад Потому что Это действительно Можно добиться Без коллективного договора А все остальное Без коллективного договора У нас тогда Выпадает вообще Вопрос о создании бригад То, что стоит В названии Тема Нет Убрать то мы можем Конечно Можно сказать Но По-моему все таки правильно Изначально Была идея создания бригад Потому что Для того чтобы создать бригаду На самом деле Не нужен ни договор Ни какой локальный акт Это явочным порядком Если коллектив пришел Что мы будем работать Бригадным методом Они просто начнут работать Бригадным методом На самом деле Это вполне себе Внутри коллектива Которого решается Эту проблему Если Старый решает То Это все развивается То Стояние Но С бригадиру Испалиться Просто Осказаться с ним работать Это вполне Ну Он Регонометирует Регонометирует Ну Создать Создать Создайте А Действуя Она Не будет Уважаемые товарищи Я Потерял Что Выбирать То есть Создание Развитие создать можно развивать нет я прошу точно я думаю что нужно озвучить в очередной раз предложенную правку уже такие проголосовать а потому что слов много сказано как бы формулировки правду предложено ну нет у нас формулировка есть пока есть только это формулировок если она проходит залежь и рождение смысла нет и новый да если она нет если мы если она проходит мы прекращаем если она не проходит будем дальше формулировать так так для создания развития бригад на производственных предприятиях российский комитет рабочих рекомендует рабочим добиваться включения раздела организация производства коллективного договора положений предусматривающих создание бригад формирование в бригадах советов бригады из нее членов избрание бригадира коллективом бригады выполнение бригадиром своих обязанностей в порядке совмещения с основной производственной деятельностью выдачу администрации единого задания для бригады с возможностью самостоятельного распределения работы бригадиром между членами бригады уважаемые товарищи предлагается принять правку кто за кто против кто воздержался проходит следующем последнем абзаце который звучал так и рабочие должны использовать бригады для самоорганизации коллектива в борьбе за осуществление общих интересов рабочих предлагается дополнить следующем продолжение в том числе через избрание представителей советов бригад состав профсоюзных органов цех комов правкомов и в качестве делегатов российского комитета рабочих и участие бригады в составлении продвижений проекта коллективного договора выражающего интересы рабочих то есть мы сначала приняли договор который утверждает создание бригад а потом участвуем ее составление и продвижение примерно так это поправка в сама по себе очень правильно и так все предложение будет звучать следующим образом рабочие должны использовать бригады для самоорганизации коллектива в борьбе за осуществление общих интересов рабочих в том числе через избрание представителей советов бригад состав профсоюзных органов цифр всех комов правкомов и в качестве делегатов российского комитета рабочих и участие бригады в составлении продвижения проекта коллективного договора выражающего интереса рабочих здесь видимо идет речь о том что бригады там где бригада не и уже есть они должны участвовать в продвижении предлагается когда принять правку кто за против подбежать единогласных нет больше правок нет когда зачитаем цепан целом постановление российского комитета рабочих участие организованных рабочих в создании и развитии бригад российский комитет рабочих выступает за развитие бригадной формы организации труда бригада это группа работников объединенных по производственному принципу для выполнения общей производственной задачи бригада является первичным звеном трудового коллектива которым каждый работает на общий результат и заработная плата каждого зависит не только от результатов его собственного труда но и от эффективности работы всей бригады организация рабочих бригады способствуя развитию коллективизма создать создает благоприятной предпосылкой для борьбы за насущные интересы рабочего класса а именно повышение заработной платы до уровня стоимости рабочей силы и нише сокращение рабочего дня без понижения заработной платы обновления оборудования работу на исправной техники улучшение условий труда для создания развития бригад на производственных предприятиях российский комитет рабочих рекомендует рабочим добиваться включения в раздел организация производства коллективного договора положений предусматривающих создание бригад формирование в бригадах советов бригады из нее членов избрание бригадира коллективом бригады выполнение бригадиром своих обязанностей в порядке совмещения с основной производственной деятельностью выдачу администрации единого задания для бригады с возможностью самостоятельного распределения работы бригадиром между членами бригады рабочие должны использовать бригады для самоорганизации коллектива в борьбе за осуществление общих интересов рабочих в том числе через избрание представителей советов бригад состав профсоюзных органов цехкомов правкомов и в качестве делегатов российского комитета рабочих и участие бригады в составлении и продвижении проекта коллективного договора выражающего интересы рабочих нижний номер 6 ноября 2023 года Уважаемые товарищи есть предложение принять проект постановления в целом против подержались постановление принято единогласно так по третьему просто поступили следующие правки при сборе подписей необходимо предлагать рабочим принять участие в сборе подписей спрашивать готов ли они участвовать в работе инициативного комитета по продвижению данного проекта собственно говоря предлагается убрать море подписей спрашивать готов ли они участвовать и оставить следующий текст при сборе подписи необходимо предлагается рабочим принять участие в работе инициативного комитета по продвижению данного проекта в общем по-моему логично предлагается принять правку кто знает против выдержавшихся походе правка так зачитаю целиком да постановление российского комитета рабочих о борьбе за продвижение прогрессивных коллективных договоров российский комитет рабочих отмечает что в ряде рабочих коллективов на крупных предприятиях начитая борьба за продвижение проекта прогрессивного коллективного договора борьба ведется в соответствии с постановлением рк р 20 марта 2021 года о выдвижении требования к работодателю о принятии проекта коллективного договора составленного работниками российский комитет рабочих констатирует что для начала борьбы инициативному комитету достаточно иметь в качестве проекта коллективного договора так называемую выжимку содержащую основные требования улучшающие положение работников с этим документом можно начинать собирать подписи в поддержку подготовленными работниками проекта при сборе подписи необходимо предлагать рабочим принять участие в работе инициативного комитета по продвижению данного проекта а также собирать предложения в проект коллективного договора таким образом одновременно решаются две задачи формирование актива и обеспечение представительства большинства работников после того как сформирован актив и удалось заручиться поддержкой более половины работников предприятия проект коллективного договора может быть выдвинут как требование к работодателю на коллективных переговорах только заключение прогрессивного коллективного договора в интересах работников и постоянный контроль коллектива за его выполнением может обеспечить стабильное улучшение положения работников нижний новгород 6 ноября 2023 года уважаемые товарищи предлагаю принять постановление российского комитета рабочих в целом кто за против против выдержавшиеся единогласно установление принято в целом у нас есть два предложения в поездку я могу зачитать да пожалуйста первое предложение борьба за предложение проекта в прогрессивных коллективных договорах второй вопрос об использовании соут для борьбы за улучшение условий труда по первому вопросу о борьбе за продвижение прогрессивного коллективного договора кто-то желает сделать доклад подготовить к следующему по второму вопросу об использовании соут для улучшения условий труда для борьбы за улучшение да для борьбы за улучшение я буду докладчиком и может кто-то хочет со докладчиком быть по моему даже я по третьему вопросу у нас вчера были какие-то скромпления кто-то сформулировал продаж да 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 есть предположения есть борьба рабочих за восстановление целостности предприятия прох Gibraltar ��분 я предлагаю фармировку именно борьба рабочих за восстановлении целостных предприятий Просто потому, что у нас сейчас на лицо ситуация, когда предприятия раздроблены на всякие аутсорсинговые компании. И нужно сейчас это устранять, объединять обратно. Понятное дело, что те меры, которые мы выработаем и в практике сможем реализовать, то ровно те же самые меры можно будет применять, в том числе и за сохранение целостности. То есть, если это на месяц тенденция на разделение предприятий. Поэтому, на мой взгляд, формировка именно за восстановление более корректная. А опыт-то какой-то есть, в котором... Нет, нет, опыт-то не думал. Докер, у них же в проекте притянуло договор о том, что работы, которые производятся докерами, не переводить работу на подряд. Какое было сохранение занятости? Это у них все-таки, что... Сохранение занятости, это имело и такой эффект, что... Так это сохранение занятости, а ну и в том числе и... Сохранение занятости на следствии, как и вне ищутся, должен быть. Это не была задача, у которых мера на обеспечении занятости. Бороться вот с этим юридическим вещением, ну, практически никак не ставить. У них это право, больше идеи, если у нас все по закону, как мы можем это сделать. Это умолит в хозяйственную судьбу. А потом ты делаешь, что это очень сложно. Как мы можем, так сказать, восстановить эти кусочки? Сколько требует юридическое оформление, признание, включает на 8-го, в реестр включено. Рабочие тут ничего не могут быть. Ничего пропустят. И вы считаете, что у них нет у нас инструментов? Это очень полезно, но мы, к сожалению, здесь ничего не можем сделать. Поэтому вы ничего не расскажете, а это будет тогда. Вот на заведении, как это будет. Никто не скажет, а как нас соединение? Вот я, помните, с Егоровича спросил, только ты еще только руководство собирается, говорил об этом, но еще их даже не сединили. Даже руководство. Поэтому мы будем беседы. То есть, если появится в практике какая-то, тогда может быть, а сейчас это... Ничего, нет ни РНОПАКа, как бы. Ничего, нет РНОПАКа, как бы. Ничего, нет РНОПАКа, именно при участии РНОПАКа, я не знаю. И вы не знаете, потому что вопрос снимается. Получается, пока только два вопроса у нас предложено в поведении. До встречи, до следующего заседания комитета.